У меня такое ощущение, что мы родились с этим. Вот бывает, человек рождается, и у него уже это есть. Но до какого-то момента у меня это всё было закрыто. Но всю жизнь я чувствовала, что у меня очень сильная защита, опора. Всю жизнь. Всю жизнь меня иногда, знаете, я вот думала, буквально носят на руках. Никаких проблем, никаких… Вот, допустим, какое-то несчастье должно случиться. Я чувствую, что у меня как будто просто… Ну как наперение было всё время. Меня всё время защищали. Меня всё время отводили от каких-то неприятностей, а таковые у меня были, которые должны были случиться, в принципе. И вот это внутреннее чувство у меня было всегда с рождения. Но началось это вот с Дианы. И я так поняла, что они у меня не просто родились дети. Это непростые дети. Это дети уже пришедшие. Мы вот… Я почему уверенно так говорю? Мы когда к Гераклию пошли, Диана повела опять же. Опять всё Диана у нас. У нас Диана торпеда. А мы уже идём за ней. И он сказал… Я очень рада, что я это узнала. И что я тоже очень большой скептик. И я очень ответственно отношусь к себе и вообще к своему поведению. И к своим словам. И к тому, что я говорю. Потому что это очень опасно. Я это знаю. Поэтому я очень ответственна. Я лучше промолчу, чем скажу. Вот сейчас это наступил такой уже момент. Вы знаете, это уже наступил критический момент. Дети мне подтверждают, что если я села и вот это рассказываю, это я дошла до крайней точки. Когда просто я уже не могу молчать. И меня к этому привело моё убеждение, что я права. Вот это самое главное, почему я сижу здесь. Если бы я не была убеждена за все эти годы, что я права, я бы, естественно, не села и не стала об этом говорить. А информации у меня очень много. Знаете, я не общаюсь с цивилизациями. Как таковыми физическими. Я общаюсь, Иракли это подтвердил, с ангельским миром. У меня почему-то связь больше с ангельским миром. То есть с нефизическими сущностями. Да, я, конечно, могу с физическими сущностями. Но меня как-то они не очень интересуют. Знаете, меня не очень интересуют серые. Меня не очень интересуют архонты. Меня это не интересует. У меня связь выше. У меня связь с ангельскими сущностями. С взрывами. Да, потому что я это чувствую, что я нахожусь... Вот знаете, у меня такое ощущение, что я на их уровне нахожусь. Вот, потому что и сейчас они меня поддерживают, и сейчас они меня ведут. И они ведут меня вот с 2007 года, когда Диана меня подняла. И я там увидела своих реально ангелов-хранителей. И я поняла, кто они такие. Я их увидела воочию. Я увидела этих сущностей. Если вас это интересует, я потом расскажу, потому что это очень интересно. Потому что она меня подняла сначала к ангелам, которые меня приняли с радостью. Мы обнимались, целовались. Ну а Диану-то вообще... Потом мы пошли с ними выше, к архангелам. Они тоже приняли нас. Меня-то нет. А вот Диану тоже они целовали, обнимались. Как будто они знают друг друга хорошо. И там тоже это чувство было, знаете. Я сейчас поняла, что я пришла не просто так, и что они меня просто разбудили. Они меня пробудили. Диана меня растормошила и разбудила. Она во мне подняла то, что я должна была вспомнить. И то, что я должна была сделать. Потому что когда мы пошли на третий этап, когда она меня подняла... Ну как вам сказать? Я, конечно же, немножко скептически отношусь. Они показывали мне то, что мне нужно показывать в то время, наверное. Понимаете? Ну вот так, как мне надо было. Потому что когда мы поднялись все вчетвером с архангелом, с Дианой, я и ещё один был ангел, в пятером мы были. Мы поднялись, вот где Диана говорила, большая, нет ни комнат, ничего. И там сидел большой человек. Я его спросила, а кто вы? Он говорит, я бог. И я так, ну, ничего себе. И когда они с Дианой, Диана не сказала, они встретились очень тепло, как будто они знают друг друга, они знают сколько лет. Диана его обняла и плакала, плакала. Так она плакала у него на плечах. А я спрашиваю, Диана, почему ты плачешь? А он повернулся и говорит, Дианочка немножко ошиблась. Но ничего, она это исправит. Я не понимала, в чём дело, почему она плачет. Но она так горько плакала, вы знаете, как будто когда она вот где-то долго-долго бывает, и потом придёте домой и увидите родного человека. Вот такое у них было отношение. Причём я знала, почему. То есть он это сказал, а я знала, о чём он это говорит. Я так и не поняла. Я просто даже маме об этом не могла сказать. Я так и не поняла, почему она плакала, почему я не знаю. Но потом, когда мы уходили, мы все выстроились перед ним. А, да, ещё он мне, ну там очень много моментов было. Мне сказал, вот так руку сделай. Вот в руку он мне глазами посылал, как будто молнии какие. Какой-то как, знаете, как жёлтая искра, искры такие в мою руку, они вошли. И потом, когда я спустилась вниз к ангелам, мы потом, мы споднялись, а потом опять спустились. Они поставили передо мной зеркало большое. И у меня вот здесь на груди был вот такой большой, вот как у птиц бывает, вот эта вот грудка, вот большой, вот такой большой оранжевый шар. Я смотрю, думаю, боже, что это такое? А это вот такой шар огонь. Вот где-то вот на таком расстоянии от груди я вся пылала. Вот. Вот это было. Да, и когда мы уходили, он сказал, он смотрит на нас и говорит, ну я на вас надеюсь. Вот эти слова он сказал. Я на вас надеюсь. Я многого уже не помню, что он говорил. Но представьте, из чего я вдруг? И я думаю, с чего? На кого он надеется? На меня? На что он надеется? Я, естественно, ничего не могла понять. Я вообще ничего не поняла тогда. На что он надеется? Значит, у меня была какая-то задача. Сейчас я об этом думаю. Значит, я что-то знала. И меня просто надо было разбудить. Мне нужно было дать поверить в себя и поверить в то, что я что-то должна сделать. Вот, по-моему, для этого. Я и сейчас, не знаю, так конкретно, до Ираклия я вообще ничего не могла понять. Вот Ираклий мне помог очень сильно, когда он подтвердил, когда я слова не могла никому сказать, а он подтвердил мне, что да, ты общаешься с ангельскими сущностями. Но я это поняла, в принципе, сама уже раньше, когда у меня получилось так, что, вот знаете, когда бутылка из-под шампанского, пробка закрыта, а потом резко пробка вылетает из бутылки, и всё начинает вот так вот выливаться. Вот такой вот фейерверк у меня был после Дианы. У меня был просто взрыв мозгов, взрыв сознания. Я проникла не знаю куда, потому что я стала общаться с кем я могла и с кем я только не могла. Я сейчас вижу, что у меня, в принципе, вот коробки, крышки нет. У меня полная связь, абсолютно полнейшая связь. И я могу общаться с кем угодно, с кем угодно. Но я общаюсь не с... Почему-то не хочу общаться с сыном. Я знаю про инопланетян, я знаю там, да, это всё... Но мне это не очень интересно. Мне больше интересны вот истоки. Источник меня интересует. Источник. Суть, да. Именно духовный мир и именно суть. Понимаете? Вот с чего всё началось, как всё устроено, как устроена Вселенная. Да. Как это всё мироздание происходит, как идёт работа, что с чего. Вот это меня интересует. А всё остальное меня... Ну так вот, да, я, конечно, могу с этим всем работать. Но меня как-то это не очень интересует. Да, я очень много литературы перечитала, это эзотерическое. Я вот к этому очень сильно... Я очень много за эти годы всего перечитала. Но я, знаете, какой человек? Я человек такой, что я прекрасно понимаю, что очень много искривлений. Вот чего я больше всего боюсь, это искривлений. Это своих мозгов я боюсь. И боюсь мозгов тех, которые дают ченнелинги. Поэтому я очень серьёзно к этому отношусь. Очень-очень серьёзно. Просто катастрофически серьёзно. Поэтому я не могу полностью доверять всем. Я должна проверять на себе. И причём, когда меня вели все эти годы, мне говорили так. Я когда получала информацию, они мне не говорили всю информацию. Они меня подталкивали. То есть они мне говорят частичку. Ну вот, я так поняла, мои ангелы. Они со мной очень сильно работали всё это время. Очень. Они мне дают какую-то маленькую информацию. А потом говорят, думай сама. Я начинаю додумывать. То есть полную картину они мне никогда не давали. И я начинаю додумывать. Когда я прихожу к какому-то выводу, я ему говорю вот так, вот так, вот так. Они мне могут, знаете, как сказать? Нет, ты не права, это неправильно. Я начинаю думать по-другому. Начинаю. И потом, если я считаю, что я права, я говорю, нет, я права, именно вот так. И они мне тогда говорят, молодец, да, это так. У меня был такой момент. Меня муж попросил связаться с одним человеком в Москве. Мы жили в Москве. И у него был приятель, и он умер. Попросил связаться с ним после его смерти. Ну это где-то лет пять назад. Ну я с ним связалась легко. Мы что-то там поговорили. Он был очень хорошим человеком. Очень. Я его спросила, как он мне сказал, неважно, хорошо. Ну в общем, у него были проблемы. Вот. И потом он вдруг мне говорит, я вам хочу что-то сказать. Он мне сказал так, как будто, вот знаете, он что-то, я вам хочу что-то сказать. Понизил голос даже. Тихо. И как только он мне это сказал, его как будто отключили. Вот этот момент меня с тех пор вот просто не оставлял. Вы понимаете, его просто отключили. Я очень много связывалась с мёртвыми. Ну как мёртвыми, ушедшими. Но никогда у меня такого момента не было. Он мне ничего не успел сказать. И не смог ничего нам сказать. Что он мне хотел сказать, я так, так я и не поняла. Вот сколько лет, я не понимала, к чём. Но сам факт того, что его отключили, что его выключили, как будто меня очень интересно. Меня, знаете, подверг в сомнение, что нас кто-то, кто-то нас контролирует. Что-то там, что-то там не то. Что-то там, что-то там, что-то там.